друзья я приветствую вас кулинарной студии фартук меня зовут роман и сегодня я покажу как приготовить из любимого нами продукта изысканное блюдо достойной высокой кухни мы используем куриную печень она охлажденная и не замороженная потому что после заморозки нежная ткань печени разрушается также мы ее предварительно почистили от ненужных нам сальных прожилок сейчас мы ее обжарим на горячей сковороде очень важно не выкладывать всю печень сразу выкладывать ее по одной штучке на горячее масло и так наша сковорода нагревается я хотел бы обратить внимание на такие вещи при жарке мы не солим и не перчим печень потому что соль способствует потери влаги нашей печени а мы хотим получить сочную нежную печень сковорода нагрелась нарываем масло теперь выкладываем печень с одной стороны обжариваем печень буквально одну минуту полторы и теперь переворачиваем ее нам нужно добиться красиво румяной корочки наше печень готова а как я определил готовность легким нажатием пальца на нашу печень и мы определяем ее плотность если она твердая она к сожалению уже пересушена если же печень слегка мягковатая она только той кондиции которая нам необходима друзья хотелось бы отметить что наша кухня наполнилась фантастическими аппетитными ароматами жареной печенью выкладываем печень сейчас пока наша печенье остыла мы должны приготовить быстрый ягодный соус для ягодного соуса можете использовать различные ягоды это может быть клубника малина смородина слива виноград вишня но в нашем случае мы будем использовать медовую сливу и ароматную клубнику приступим удалим косточку и сливы нарежем не мелкими ломтиками клубника у нас не крупная поэтому мы не будем ее мелко нарезать теперь наши ягоды обжариваем сковороде в том же масле в котором обжаривали печень это придаст необходимую связку наших ягод и основного продукта и так сковорода наша еще не успела остыть а мы уже добавляем сюда сахар вы спросите зачем сахар чтобы придать ягодам легкий карамельный оттенок теперь насыпаем ягоду ребята это фантастика такой яркий клубнично-сливочный аромат теперь добавим немного клубничного джема и красного сухого вина если ягоды достаточно мягкие тут же можно и не добавлять добавим наш соус немного перца и соли друзья наш соус готов идем оформлять поливаем нашим соусом печень красим козлигом красим козлигом дорогие друзья наше потрясающее блюдо готово настроение подходящее вино подойдет сюда красное сухое с богатым ягодным ароматом приятного аппетита а 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 и а а а а а Продолжение следует...